В Красноглинском районе Самары сотрудники госавтоинспекции вместе с отделом технического надзора провели очередной профилактический рейд. По статистике, основными причинами совершения ДТП являются грубые нарушения правил дорожного движения водителями автобусов. Скорость движения не соответствует погодным условиям. Водители нарушают правила перестроения, не соблюдают дистанцию, не пропускают пешеходов. Первый взмах – Жезла и сотрудники БДД останавливают школьный автобус. Проверяет, все ли документы в порядке, пройдет ли медицинский осмотр. Олег Валентинович – водитель со стажем. За техническим состоянием своего автобуса всегда следит. Документация в порядке. Говорит, а как же иначе, если на кону жизнь и здоровье детей? Посматриваю, чтобы все были пристегнуты в салон. У каждого школьника свое место, что у него ремни безопасности отрегулированы по отказу школьника. Ну а за остальным, за поведением детей, уже смотрят сопровождение, сопровождающие. В первую очередь сотрудники ГИБДД обращают внимание на соблюдение скоростного режима, правильность проезда перекрестков, пешеходных переходов, наличие у водителей соответствующей категории, особый контроль за техническим состоянием автобусов, соблюдение перевозчиками режима рабочего времени и времени отдыха водителей. Если у водителя должен стоять тахограф, то мы, соответственно, проверяем карту водителя для тахографа, поверку водителя, поверку на автобус сам для тахографа и распечатку его режима труда и отдыха. Соответственно, если выявляются какие-либо нарушения по данным фактам, это фиксируется и впоследствии составляется и привлекается либо должностное или юридическое лицо организации, допустившие какие-либо, как я сказал ранее, административные правонарушения. В этом году в Самаре по вине водителей автобусов произошло 23 дорожно-транспортных происшествия, в которых 41 человек получил травмы, погибших нет. Чтобы не допускать подобных трагедий на дорогах, ГИБДД регулярно проводит рейды и проверяет водителей и транспорт. Госавтоинспекции за 11 месяцев удалось стабилизировать аварийность на пассажирском транспорте. Но, несмотря на это, сотруднику госавтоинспекции в рамках 248-го федерального закона, это о государственном и муниципальном контроле, проводятся как и постоянные рейды, так и профилактические визиты с руководителем и водительским составом организации, которые осуществляют пассажирские перевозки. За несколько часов рейда полицейские проверили. Более 60 автобусов составили 8 административных материалов в отношении водителей-нарушителей. Светлана Цимофеева, Елена Чернявская, Николай Сидоров. События.